приветствую обещал тебе показать как я буду развивать ноги во всех направлениях слово держу показываю задержка данного ролика связана с тем что я сломал палец на ноге и два месяца не дело ровным счетом ничего за это время форма ушла можешь наблюдать мой вес на этот месяц у меня были такие цели постараться разбудить ноги я делал не только силовые упражнения но и на выносливость на быстрые и медленные мышечные волокна насчет внешней формы я решил не заморачиваться поэтому не ограничил себя в питании сейчас мне это неинтересно так и хотелось восстановиться в этом ролике ты увидишь разные вариации одних и тех же упражнений это сделано для того чтобы разнообразить тренировочный процесс постоянно обманывая организм меняя техники подход мышцы растут быстрее нежели делать постоянно одно и то же начал я свой путь с разминочной недели делал присед румынскую тягу и выпады для того чтобы ноги успевали хоть немного восстанавливаться я тренировал их три раза в неделю с перерывами грубо говоря через день или два дня и и и и и и и на самом деле ноги для меня всегда были больной темой в детстве я был пухлым мальчиком и хорошая часть лишнего веса уходила в ноги занимаясь борьбой постоянно приходилось падать на колени естественно взваливая на себя соперника из-за этого я травмировался повредил на двух ногах мне низкий коленных суставов с большим спортом пришлось завязать немного повзрослев я начал их закачивать много ездил на велосипеде и делал разгибания коленного сустава в тренажере далее потихоньку начинал приседать с небольшими весами со временем я восстановил работоспособность на второй неделе тренировок я приступил функциональному тренингу делал высокоинтенсивные упражнения собственным весом прозанимавшись в качалке четыре года она настолько мне надоело что я начал искать другие направления мне очень понравился кроссфит я понял что это мое так как он развивает себя многогранно мне нравится многофункциональность благодаря таким видам спорта ты будешь развивать не только силу но и ловкость с выносливостью также при правильном подходе можно наращивать мышечную массу конечно не так быстро как качалки тут уже каждый выбирает для себя то что ему по душе ты скорее всего задашься вопросом зачем ты совмещаешь силовые упражнения с функциональными ведь таким образом ты не наберешь максимальный мышечный объем отвечаю я не хочу быть огромным моя цель быть универсальным научиться многим интересным упражнениям которые не каждый сможет сделать в дальнейшем буду показывать на канале свои достижения подпишись чтобы не пропустить в следующем видео в следующем видео Третья неделя тренировок. Самочувствие отличное. Ноги успевают восстановиться. Продолжение следует... Довольно интересная тренировка. Мой подопечный Алексей оценил на 5 баллов. Ноги горели уже после выпадов, а впереди целый набор высокоинтенсивных упражнений. Продолжение следует... Порой люблю зарубиться со своими учениками. Отличная мотивация и для него, и для меня. Отличная мотивация и для него, и для меня. Тяжко. Поехали! В этот день мы с моим подопечным Иваном делали круговую тренировку. Она состоит из четырех кругов. Первое упражнение – это выпады прыжками. Затем запрыгивание на куб вместе с бёрпи. Субтитры создавал DimaTorzok Далее – джампы. И в конце – стульчик. В каждом упражнении нужно постараться сделать максимальное количество повторений за одну минуту. Получается, тренировка длится всего 16 минут. Это тебе моё домашнее задание. Повтори эту тренировку. Если нет куба, делай просто бёрпи. Пиши в комментариях о своих успехах. Данная тренировка была круговой. То есть сделал 4 круга по 3 упражнения друг за другом без перерыва. Отдых между кругами. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Мой отец подогнал мне жилет, сделанный собственноручно из пожарного брезента. Каждая металлическая пластина весит около 500 грамм. Можно регулировать вес, убирая или добавляя эти самые пластины. Полностью оснащенный жилет весит 14 килограмм. До сих пор в голове не укладывается, как он тогда бегал с ним, учитывая, что он, в отличие от меня, был худым в молодости. В те времена из них делали машины для убийств, но это уже другая история. Это упражнение делаю по принципу дропсета. То есть после 8 шагов беру вес поменьше. И так до того, пока не останется один жилет. Субтитры сделал DimaTorzok За этот месяц я с уверенностью могу сказать, что я взбудоражил свои ноги. Объем слегка увеличился. Визуально этого, к сожалению, не видно, но оно и понятно, мышцы не растут так быстро, как мы этого хотим. Вес остался прежним. Повторюсь, питание я не держал. Этот месяц дался мне намного легче, чем тот, где я тренировался каждый день на турниках и брусьях. Если ты еще не видел это видео, прошу ознакомиться. Ссылка в описании. Дальнейшие цели – это опять просушиться, сейчас я начал бегать и заниматься исключительно кроссфитом. Далее сделаю ролик на эту тему. Если понравилось данное видео, поддержи меня лайком. С тобой был Майоров. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok